Здравствуйте! В этом видео мы разберем, как жечь костер на даче по закону, чтобы вам не выписали штраф. Статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Государственные контрольные органы с помощью квадрокоптеров следят за тем, кто и как разводят на даче костры. Порядок разведения костров регламентируется в приложении номер 4 к правилам противопожарного режима. Разведение огня возможно только в специально оборудованных местах. Такое место должно быть в виде ямы глубиной не менее 30 сантиметров и не более 1 метра в диаметре. Либо на площадке должна быть установлена металлическая емкость, бочка, бак или мангал объемом не более 1 кубометра. Если вы разводите огонь в специальной яме, то должны соблюдать следующие требования. Место использования огня должно располагаться не менее 50 метров от ближайшего здания или сарая, 100 метров от хвойных деревьев и 30 метров от лиственных деревьев. Территория вокруг костра должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухой травы, валежника и других горючих материалов. Территория вокруг костра должна быть отделена противопожарной минерализированной полосой шириной не менее 40 сантиметров. Вот как она должна выглядеть. Человек, разводящий костер, должен иметь при себе первичные средства пожаротушения. Например, бочку с водой, емкость с песком, противопожарный щит или огнетушитель. А также должен иметь при себе мобильный телефон для вызова пожарной охраны. Если для разведения огня вы используете бочку, то минимально допустимое расстояние уменьшается вдвое и будет составлять 25 метров до ближайшего здания, 50 метров до хвойных деревьев и 15 метров до лиственных деревьев. Территория вокруг бочки должна быть очищена на расстоянии 5 метров. Делать противопожарную минерализированную полосу не надо. А вот иметь при себе первичные средства пожаротушения и мобильный телефон обязательно. В обязательном порядке вы должны иметь рядом с бочкой металлический лист, который полностью накрывает бочку и позволит погасить огонь. Во время всего процесса горения рядом должен находиться человек, контролирующий, чтобы огонь не распространился за пределы костра. Учтите важный факт, что запрещается разведение огня в бочках, стенки которой имеет огненный сквозной прогар, механические повреждения и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение угля. В конце прекращения горения место горения должно быть засыпано землей и залито водой. А если это видео было вам полезно, то сохраните его и поделитесь с друзьями, чтобы они не получили случайно штраф за разведение костра. Также напишите пожалуйста в комментариях свое мнение, не являются ли данные требования излишними. И действительно ли такие сложные правила написаны, чтобы защитить дачников от пожаров.